Дорогие друзья, огромнейшие всем приветики! Меня зовут Марьянна, и вы на моем YouTube-канале про моду-стиль шопинга с шмоточки. Я держу маску, как будто это моя сумочка сегодня. Мы в Меге, мы приехали, это первая моя вылазка по магазам после нашего локдауна. Ну что, пойдемте проверять осенние коллекции и собирать все образы. Вообще-то сегодня я была в суперэлегантных лодочках, но перевалила уже за энное время, я натерла, стерла себе все ноги и пойду гулять вот в таких черевичках. Но дольше погуляем. Итак, друзья, мы начинаем наше путешествие, раз уж мы никуда не отправились в другое путешествие по Меге-Химке. Мы выбираем маршрут Азия, Европа, Тропики, Скандинавия. Я, конечно, очень хочу отправиться в Тропики, но мы с вами отправимся по европейскому маршруту. И сейчас быстрым-быстрым шагом двигаемся в Манго. Мне кажется, что когда я в маске, меня не очень хорошо видно и слышно. По залу не будем долго ходить, потому что в зале мне не позволят быть без маски. И сразу наберем образы и отправимся в примерочную. Договорились? Просто Тори Бёрдж. Все-все-все, встречаемся в примерочной. Так, друзья, наш первый образ из Манго. На глаза мне попалась кожаная рубашка, в которой уже сезон мы их носим. И не убирайте их далеко, мы их продолжаем носить. Причем и в застегнутом варианте, как на мне в виде рубашки, так и в расстегнутом виде жакета. Но основной акцент я еще раз хочу дать на джинсы, которые я вам показывала уже с прорезями в предыдущем влоге. Джинсы высокой посадки, на самом деле. Высоту посадки вы смотрите уже по своим особенностям. На ком-то средняя посадка выглядит лучше. И цвет, и ширина брючин. То есть джинсы прямые и длинные. Но длинные не настолько, чтобы они волочились по лужам. А вы рубите под свою высоту каблука, либо под плоский вход. То есть чем вы их планируете носить? Сейчас эти джинсы, вы можете заметить, идут по полу. Мы их обрубаем на сантиметр выше каблука. То есть при нормальной ситуации я бы их обрезала вот так. Лодочки мои сегодня. И мы к этому комплекту добавили довольно акцентную яркую сумку по форм-фактору, напоминающую Шанель 19. Она есть еще в другом цвете, но здесь не было. Оставили мои украшения. И в целом для меня этот образ абсолютно комфортен для каких-то дел по городу, для встреч с подругами. Зайти куда-то пообедать и даже на свиданку. Думаю, что вот такая некая трансформация базового гардероба в вещи более широкие, более длинные, более объемные вы могли бы заметить в этом сезоне. И как у Шанель 19, так и у этой цепочка закреплена так, чтобы можно было еще ее как хендбэк носить. И это один из моих любимых моментов в сумках, когда можно в нужный момент опустить сумку вниз, а когда тебе что-то в руках, например, миллионы вешалок с вещами, то закинуть ее на плечо. Вот вы сейчас можете посмотреть на меня и скажете, вот жизнь идет, а в моде ничего не меняется. На самом деле меняется. Просто хочется заметить, что меня смотрят девчонки разного уровня вовлеченности в моду и разного уровня насмотренности. Так вот, платье в стиле бога, наверное, показываю я уже вам кучу-кучу сезонов вместе с кожей. Но здесь сейчас у нас не кожаная куртка-косуха, а именно кожаный жакет. К нему мы в пару взяли довольно казуальную повседневную базовую сумку, объемную, которой тоже сейчас пользуются. Это, кстати, как мне кажется, новинка именно этого сезона. Это большие сумки. Я вам показывала в том влоге с распаковкой свою Жиль Сандер. И вот это прямая ей альтернатива. Кто искал? Это из Манго Виолетта. Кстати, Манго Виолетта представлена офлайн только в Меги Химке и онлайн. У нас есть жакет базовый, классический, классического кроя. Возможно, чуть оверсайз. Плюс базовая сумка повседневная. И тут у нас появляется бога платье. И вниз я обула еще казачки невысокие, замшевые, которые, как мне кажется, в данном случае намного эффектнее смотрятся в этом комплекте, чем если бы внизу были бы большие брутальные боты. Ну или тем более лодочки. Лодочки вообще в этом комплекте я не вижу, потому что он городской, движовый, повседневный. Если у вас это платье есть и, скорее всего, может быть, осталось с летом, может быть, куплено и на осень, потому что бога платье классно сочетается и с плотными колготками, и с высокими казаками, и даже какими-то, я не знаю, ботинками, возможно, с мехом внутри. И также с шубами языка меха, поэтому платье также мы продолжаем носить, но если хотите сделать комплект не в этническом стиле, а повседневно, вот, пожалуйста. Это платье, оно прямое и довольно объемное. И в данном случае, когда у нас есть вертикали в жакетах, есть вертикаль в виде валана по полностью длине платья, если нужен в данном случае ремень или пояс, то я, скорее всего, выбрала бы какой-то нейтральный, тонкий в тон платья. Вот давайте поэкспериментируем. Вот, обратите внимание, мы надели довольно неширокий ремень, практически в тон платью, немного прикрыли спереди его даже валаном, и получился вот такой нейтральный вариант. И когда вы снимаете жакет, у вас остается также тоненький ремешок. Покажу, чтобы было видно. Сейчас примерим черный. Ну, возможно, если бы здесь появилась бы еще черная обувь, тогда бы этот ремень был в кассу. Но в данном случае мини очень нравится. Мне кажется, если вам все-таки больше идет разбитый силуэт, то тогда идея взять, например, жакет укороченный, мне нравится больше, чем рубить это платье ремнем контрастным. Наверное, купить шорты в размере XL в своем уме могу только я. Если говорить про шорты в городе осенью, то берите как минимум хотя бы не свой размер, хотя бы на размерчик больше, для того, чтобы образовывалась некая мешковатость и складки, которые вы можете уже регулировать, как их заложить с помощью ремня, затянутого на талии. Ну и здесь просто лаконичный бежевый, очень красивый такой серо-бежевый джемпер, беретка а-ля Франсе, аксессуар сезона. Ну и сумка, вот тоже такой багетик, у которого заложены мягкие складки. Один из... Не могу сказать, что в том сезоне их не было, но они были не так популярны, как в этом. По обуви. Мне нравятся в данном случае бежевые казаки, но если этот образ выгуливается чуть на более прохладное время года, тогда колготки сюда уже не лягут. А если вы обуете грубые ботинки черного цвета, тогда, пожалуйста, черные плотные колготки или колготки контурные, то есть и полупрозрачные черные, будут прям идеальны. Друзья, мы уже с вами подходим к Массима и минуточку информации. До 7 сентября, совершив покупку в любом магазине на 1000 рублей и зарегистрировав его в приложении, вы становитесь участником розыгрыша призов еженедельного, а мы с вами идем за нашими покупками. Схема та же. Мы сейчас набираем образы, набираем вещи и встречаемся с вами в примерочной. Потрясающе красивый, элегантный белый комбинезон с такой расширенной линией плеча, некой пауэр-уман. Очень мне напоминает почему-то стиль Ральф Лорена, особенно сочетание белого и бежевого. В моем случае это вариант, если вы, например, выступаете на каком-то большом мероприятии как ведущий или как спикер, либо куда-то собираетесь на выставку, ну, в общем, для более-менее торжественного случая. Поэтому и большую сумку мягкую мы завернули как клатч в стиле тотем, если вы обращали внимание на, или в стиле кайте, кейт. Я подпишу бренд, сама не знаю пока, как он произносится, у меня просто ничего этого бренда нет, поэтому я пока не вникала. На мне 36 размер, и не знаю, если этот комбез меньше, но, по-моему, он сидит идеально, он не сильно утянут на талии, мне можно даже чего-нибудь съесть. И очень хорошая линия плеча получается. Длина довольно специфическая, но прекраснейший будет под какие-то ботильоны, которые, ну, прям хотя бы на пару-тройку сантиметров перекрываются брючиной, для того, чтобы в движении, при ходьбе зазора не было видно. Про контрастную обувь. В данном случае это будет не... То есть высокие сапоги мы сюда не сможем обуть, потому что комбез, особенно в месте, где брючина, он не продублирован подкладкой, поэтому он довольно прозрачный. И хорошо, что на мне сегодня белое белье, бежевое белье. Из аксессуаров, смотрите, из-за того, что у нас здесь закрыто горло, то максимально, что может здесь позволить, это либо брошь, вот на том месте, где у меня микрофон, либо с этой стороны, это какие-то крупные кольца, ну и, конечно же, серьги, но их длина должна быть... не должна доходить до как раз ворота у этого комбинезона. То есть чуть короче, например, какие-то жемчужины, как, помните, мои манго, такие колечки золотые и жемчужинка снизу. Вот это максимальная длина. Итак, вот тут как раз тот вариант, о котором я говорила. Юбка плотная, и поэтому черные сапоги, которые довольно высокие, отлично смотрятся и не просвечивают. С широким голенищем. Вот они точно в стиле тотем. Есть еще такие из кожи под кроком. И очень прикольная у них длина, которая на середине колена заканчивается. На них нет молнии, поэтому мы как сапоги трубы в них входим. И у меня довольно высокий подъем, и не вся обувь так на меня налезает. Вот эти мне подошли. Вот такой нюансик здесь. А кого здесь смущают черные сапоги? Мне хочется спросить. Напишите мне, пожалуйста. Потому что в данном случае комплект собран в цветовой комбинации Color Block. То есть здесь у меня два хромата. Это черный и белый. Плюс, на мой взгляд, нейтральный оттенок бежевого. И такой розовый или лавандовый? Лавандовый на камере. Вот, он лавандовый. Меня в данном случае не смущает такая темная обувь внизу. И мне кажется, что нам нужно отпустить немного вот такое устоявшееся уже мнение о том, что под белый низ нам обязательно нужно подбирать какую-то светлую обувь. Ну, непрактично. Ну, не зимой носить, осенью слякотно носить ее светлую обувь, а черную, пожалуйста. И причем в этом комплекте мне даже не хочется добавлять никакого иного аксессуара в черном оттенке. То есть мне не хочется сюда добавить черную сумку. Мне хочется только черный микрофон добавить сюда. Какой глубокий, красивый оттенок фиолетового мы нашли в массе Мадуте. Не знаю, как передается на камере, но вживую невероятно красиво. Вот данную комбинацию цветов, такие немного восьмидесятческие, я на себе не вижу. То есть я редко использую вот такой глубокий фиолетовый в сочетании с черным. Слишком драматично. Как комплект, выглядит очень даже неплохо. Конечно же, здесь появятся либо черные ботильоны, либо черные лодочки, они бежевые, потому что надо поставить такой же темный акцент, такую темную точку внизу. Либо если у вас ботильон, то это сделает ваши ноги еще длиннее, учитывая, что здесь брюки на довольно высокой талии, даже немного с нахлестом. И я в таком случае, как вы могли видеть еще в Манго, когда я примеряла кожаные шорты, я всегда ставлю акцент на том виде ремня, на том месте, где у меня на самом деле находится талия. Для того, чтобы не создавать иллюзию, что у меня слишком короткое туловище. Но здесь за счет того, что у нас еще есть водолазка, такой эффект вряд ли может получиться, если у вас не очень пышная грудь. То есть для себя, для моей конституции я могу в данном случае ремень не использовать. Комплект для мастер-класса какого-нибудь очного, на который я не полетела. И на мне какая-то супер приятная водолазка. Мне кажется, здесь что-то кашемир с шерстью. И ремень такой в стиле Гуччи. Такие 80-е, плавно перетекающие в 90-е. Хорошие брюки. Знаете, на меня сегодня в Массимо прям прекрасно все село. Мне прям все понравилось. Сапоги, мне понравился этот ремень, мне понравились эти брюки. И мне понравился первый комбез. Он просто вообще фееричен. Выглядит люксиком. Ладно, все, мы чешем дальше. Найдем сейчас какой-нибудь еще магаз. Нет, давай перекусим, Вит. Мы перекусим сначала. Мы этот цвет и решили записать. Я раздеваюсь уже, и Вит говорит, а мне только нравится такое сочетание цветов. У меня оно так идет. И тут всплывает момент контрастности. Вот, например, моя внешность не контрастная. Поэтому мне для того, чтобы вытягивать вот такое сочетание цветовое, мне нужно обязательно добавлять какой-то акцент еще на лице. Например, если вы могли бы видеть меня в Инстаграм в подобном сочетании цветов, скорее всего, на мне какие-нибудь темные очки, либо яркая губная помада. А Вит, например, у нее внешность контрастная. Ей не нужно ничего добавлять. И она прекрасно вытягивает вот такое активное, яркое сочетание цветов. Мы уже такие изрядно подустали и присели поесть. И не будем мы с Витой стоять в очередях, а испробуем просто инновационные технологии по заказу еды из ресторанного дворика. Прям за наш стол. Вот такие методы по профилактике вируса, чтобы не толпиться в очередях. Сидишь себе спокойненько и никуда не ходишь. Прям полноценный ресторан получается. Ну что, мы немножко отклонились от нашего европейского маршрута и пойдем на скандинавский, пойдем в Стокман. А кто-нибудь вообще заметил, что я уже третий раз перевязываю пояс на себе? Или он слишком мимикрировал тут и этого незаметно? Ладно, пойдемте в Стокман. Какой здесь небольшой Стокман. Я даже жакет себе присмотрела. За 2600 на Final Sail с ипалетами. Возможно, примерим. Ладно, схема та же, помните. Девочки, самая моя главная находка сегодня в Стокмане – это кандибобер. Вы посмотрите, он очень похож на шляпку Лола Хэтс из моей предыдущей распаковки и на шляпку от Кос. Вы могли видеть ее в одной из моих публикаций в оранжевом цвете. И тут вот она, надо посмотреть, сколько она стоит. Я думаю, что мы сегодня все-таки поучаствуем в розыгрыше призов на этой неделе, так как купим что-то на 1000 рублей. Так, ну а на мне твидовый костюм. Я за то, чтобы твидовые жакеты сейчас носить именно вот такие большие, расслабленные, либо уже кардиганы в историю под Шанель. Ну и с мини-юбкой. Хотя, если бы здесь появилась миди... Слушай, хотя мне и с этими ботинками нравится, да? Если миди. О, прикольно. Я наделать что-то поспешила, думаю, я выбрала себе ботинки. Довольно удобные бронксы на тракторной подошве, такие челси-стайл, как под ботегу Венету. И подумала, что с мини они будут лучше смотреться с голыми ногами. Но в то же... Или, например, сюда еще добавить черные плотные колготки. Но вот сейчас я прикладываю, и с миди-юбкой хорошо, с юбкой-карандашом. Я хотела сказать про эти костюмы, что они здесь остались. Вот эта юбка в размере М, и эта юбка тоже в размере 46-м. И жакеты М и Л. То есть я тут чуть юбку подужала для себя. И, в общем, кто охотится за твидом, пожалуйста, велкам. Потому что все это на супер-скидках. Этот жакет, скорее, конечно же, это верхняя одежда. То есть внутрь все-таки просится какой-то топ, чтобы в помещении, если вам вдруг стало жарко или футболка, вы сняли его и остались в более легкой одежде. Дайте я примерю еще с миди-юбкой, чтобы мы точно убедились, что в этот комплект она впишется. Мне кажется, она даже будет лучше, чем мини. В общем, жакет здесь сделан по типу бушлата. Поэтому он выглядит таким довольно объемным и громоздким. Плюс еще сама ткань букле, она придает объема. И я могу сказать, что вот эти костюмы как раз не только на размер 46, как маркирован он, но и на хорошую ростовку. То есть как только даже я в этом объемном жакете встану на каблук, он сразу будет выглядеть не таким массивным на мне, как на плоской подошве. И опять же, поэтому здесь обусловлен выбор такой обуви, что жакет крупный и ботинки должны быть тоже объемными. Я думаю, по моему сегодняшнему платью, пальто, вы поняли, что меня потянуло на какие-то звериные принты. И вот здесь у нас появился леопард, которому мы, друзья, взяли поло на пуговичцах из трикотажа. И эко-кожаное пальто утепленное, это Алена Ахмадулина. И опять же, необычный головной уборок. Стокман для меня открылся с новой стороны сегодня. Это Panama Kangal, но без кенгурушки в виде лого. То есть абсолютно такая неопознаваемая, но в такую ангорку. И мне кажется, это очень прикольный вид шляпы и вообще головного убора на уже осенний сезон. Сюда же мы оставили эти ботинки, потому что вы помните, что хочу ходить на плоском ходу. И хочу и хожу. Мне еще очень нравится, как смотрится эта лапша. Вот эта. Это босс. Это сразу видно по всему. Чуть расстегнутая, с золотой цепочкой. И с юбкой. Вообще удивительно, прям идеально мне села по размеру. Вообще вот я представляю, вы приходите в Стокман, примеряете эту шляпку. Она вот выглядит вот так. Потом вы вот так вот ее берете и на сторону одну спускайте. Вот так. Вот я одна сумасшедшая, да? Мне одной нравятся такие головные уборы. Я чуть-то прям проперлась. Причем однажды, откуда я вообще подхватила эту историю? Я увидела на стрите девушку в объемном пуховике зимнем. По-моему, акне. И яркий кандибобер из коса. И все, и меня понесло. Я хочу теперь вот, знаете, как когда-то кепи были признаками стилиста. Вот сейчас увидите в кандибобере кого-то, знаете, это я. Или кто-то смотрит меня. Ладно, все. У нас последний образ. Я уже схожу с ума. Мне не хочется отсюда уходить, видимо. Я соскучилась по шопингу, по торговым центрам. Ну что говорить. Особенно сегодня нам очень повезло. Несмотря на то, что сегодня пятница, нет практически... И скоро 1 сентября, нет практически никого. И вот в примерочных мы прекрасно здесь разворачиваемся, никому не мешаем. Последний образ. Жакет, который был найден просто в последнюю минуту, когда мы уже шли к примерочным. Я на него смотрю и думаю, ого. Вот он смотрит Руссарди. Думаю, ну, 1030. Взяла его, несу. Потом думаю, гляну-ка я на ценник. А он, он реально выглядит, как будто он из натуральной кожи. А это эко джинсы, тоже с какой-то супер мягкой клопковой ткань. Очень приятные, такие прям... И вот если приблизить, видно, что они прям супер мягкие. У них ткань, как у брюк. То есть, а скроенные, они как джинсы. К вот этой всей классике, которая у меня в нижней части тела, мы подобрали кепку. В том сезоне Гуччи и Бербери начали эту темку с лога на кепке. И показывали они эти кепки с неспортивными комплектами. И мы вот так немного убрали вот эту морскую эстетику классическую с этого образа за счет хулиганской кепки. Ну что, ребят, я с вами прощаюсь. Я не могу остановиться, но пора бы уже поедем-ка мы домой. Скоро ждите Зарочку. До скорых встреч. Ставьте мне лайки и комментируйте. Потому что после долгого перерыва я чуть-чуть хочу хотя бы, чтобы моим дорогим девочкам показывалось это видео. Не то, что там новых. Я, конечно, тоже хочу, но только самых-самых адекватных и тех, которые поймут меня. И мы будем одним комьюнити. Короче, заболталась. Я не могу остановиться. До скорых встреч. Скоро совсем будет скорая встреча. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok